Всех приветствую на нашем канале. Сегодня, как я вам и обещала, мы едем все вместе в один бассейн. Он расположен в Нидерзаксоне. Это другая земля. Ехать около 50 километров примерно. В данный момент мы выезжаем из нашего района. Наш район, как всегда, окутан тучами. И подъезжая ближе уже к этому Баду, становится более-менее солнечно. Туч таких сильных и чёрных нет. Здесь совсем другая погода. Когда мы приехали уже в сам Бад непосредственно, там было вообще чистое-чистое небо с солнцем. И было очень жарко. Как многие просили меня рассказать, снять, показать видео из Германии, улиц. Вот, обратите внимание, сейчас мы проехали мимо Шпермюля. Это фактически не такой грязный мусор, но это, может быть, шкафы какие-то разобранные. И что самое интересное, даже если выбрасывают шкафы, их разбирают, отвертки прикладывают в отдельном пакетике, гаечки, болтики выкручивают. Это всё собирается в отдельный пакетик и также прикладывается к этому мусору. Вот это привыкнуть здесь, конечно, к этому очень трудно, когда все детали, которые тебе необходимы для сбора, все лежат и ждут того момента, когда ты придёшь и возьмёшь. Это можно, конечно, брать. Если вы, допустим, хотите взять, надо спросить разрешение у хозяев. И если вы получаете это разрешение, возможно, такое даже, что эти хозяева вам помогут эту мебель донести, либо доставить к вам, потому что им тоже неинтересно выкидывать свою довольно-таки в хорошем состоянии мебель, просто так на переработку. Поэтому проще и как-то для души спокойнее будет передать эту мебель в хорошие руки, то бишь вам. Те многие люди, которые приехали сюда, очень удивляться начинают, когда немцы ещё предлагают свою помощь в доставке этой мебели к вам на дом, непосредственно вам в квартиру. За свои же, получается, деньги. Они хотят избавиться от своей же мебели и бесплатно вам ещё и доставку организовать. Это вообще удивляло, конечно. И сейчас есть такие люди, которые дают объявления для чего? Для того, чтобы просто не выкинуть хороший, допустим, диван, кровать или же шкаф, а передать его дальше, чтобы кто-то порадовался и не тратил свои денежки. Люди живут не очень так бедно, поэтому мебель меняется как минимум один раз в два года. Вся полностью мебель. И это считается нормальным. Это как негласное правило немцев. Многие заметили, что нужно просить разрешения у хозяев забрать мусор. Да, вы не ослышались, это именно так. Потому что если вы не будете спрашивать разрешение взять что-то, это считается воровством. И в больших городах за это могут вас привлечь к ответственности либо назначить вам какой-либо штраф. Будьте очень аккуратны с этим. Лучше лишний раз спросить и сделать себе такой надёжный тыл, нежели взять и потом попасть в просаг и, соответственно, рассчитываться своими же собственными деньгами. Это не есть хорошо. Как вы смогли заметить, на этой земле совсем другие постройки. Это очень бросается в глаза, когда ты живёшь долго в Германии, и у вас, допустим, на земле совсем по-другому строятся дома, нежели на другой земле. Это как-то отличается, во-первых. Во-вторых, тип строительства совсем как-то по-другому преподносится. И также сами дома. Они выглядят немного какими-то, может быть, иногда несуразными. И это, да, очень бросается в глаза, когда ты живёшь долго в Германии, и, конечно же, обращаешь на это внимание. Если сравнивать с Казахстаном, например, то вот эта деревушка, она очень отдалённая, как чилик, например, как маловодная. И здесь нет заброшенных деревень. Здесь каждый домик приведён в порядок. Как вам видно, у каждого входа есть подход. Нет заброшенности участков. Участки тоже в идеальном состоянии. Их стараются постоянно содержать в чистоте. Даже если дом не жилой по каким-то причинам, участки в любом случае убираются. Это делают те люди, кто сидят на социале и привлекаются к общественным работам. Вы же не можете получать деньги и ничего не делать, не отдавать ничего, но получать много. Нет, такого здесь нет. Поэтому все те даже люди, которые сидят на социале, они чем-то заняты. Если вы не можете долго, допустим, найти работу или же расстояние между курсами, следующих каких-то вызовов либо на работу, либо на курсы, в это время, пока вы ждёте, вас могут привлечь на мас-намы, либо вас могут привлечь на аэроджоп. Вы будете по одному евро зарабатывать за час. Это, конечно же, копейки, но в любом случае у вас основная сумма в любом случае останется, но по одному евро за час, который вы отработаете, вам доплатят к той сумме, которую вы уже имеете. Если вы, к примеру, работаете 8 часов в день, то, соответственно, вы заработаете 8 евро в день. И за неделю вы заработаете 40 евро дополнительно к вашему основному социальному пакету. Это получается где-то 150 евро за месяц. Если обязательно с этой суммы вычтут налоги, и вы получите около 100 евро на руки. Сейчас, конечно же, может быть больше, может быть около 120 евро, но в любом случае даже те же 100 евро, они вам не помешают, и для вашей семьи лишними не станут. Сейчас очень много приехавших беженцев работают на таких работах по обрезанию кустарников, например, по приведению города в порядок. И да, они зарабатывают по одному евро в час. Ну как зарабатывают, да? Они к основной сумме того, что выделяет государство, еще дополнительно зарабатывают денюжку. Это для того нужно, чтобы люди смогли интегрироваться, начали разговаривать на немецком языке и общаться с немцами. Это не касается только приезжих или беженцев. Это касается также тех людей, которые настоящие немцы и сидят на социале. Да, такие тоже имеются. Это так было сказано к слову для тех людей, кто очень недоволен, что многие сидят бездельничают, сидят на социале и так далее. Люди, даже сидящие на социале, это не значит, что они бездельники. Есть люди, которые, многие, которые чем-то заняты и что-то делают во благо Германии. Хочу вам, пока мы едем, рассказать маленькую историю из моей жизни. Ко мне обратилась семья беженцев. Им прислали очень большой счет из Инкассо. Да, кто в Германии живет, они знают, что это такое. Это кредитная организация, которая занимается выбиванием долгов. И фактически они кредиты не брали, а им пришло вот такое неприятное письмо. И в итоге им выставили счет вместе с процентами какими-то непонятными около полутора тысяч евро. Там какие-то копейки еще дополнительно. В итоге получается так, что мы это дело разрулили. Сейчас нужно будет в понедельник связаться только с этой организацией. Это заняло у меня неделю моей работы, чтобы разрулить это дело. Это не так просто. Кому не звонишь, многие вообще не в курсе, о чем идет речь. В общем, даже вот бесплатная работа, работаю в каритасе, не значит, что это будет так легко и просто, даже при наличии немецкого языка. В общем, да, мы пытаемся разгребсти это дело. Но уже большую часть суммы, 1100, списали с них. Остался вопрос с 400 еврами. Но я так думаю, что это тоже как-то мы решим. Слава Богу, здесь в Германии можно любой вопрос, любую проблему решить, если ты, конечно же, разговариваешь на немецком. И даже если вы должны, допустим, да, если вам все-таки придется выплачивать какую-то сумму, то эту сумму можно платить по частям. Опять же, если это не дошло до этой организации, которая занимается вышибанием долгов. Поэтому ничего не бойтесь, если у вас есть какие-то долги, решайте здесь и сейчас на месте, не откладывайте ничего на потом, потому что каждый день вашей просрочки — это ваши деньги. Вот мы подъехали уже на стоянку, на этой крытой стоянке многоэтажной. Было очень много свободных мест. Подъехали к большому комплексу. Здесь не только бассейн, который невероятную площадь занимает по гектарам. И рядом расположены игровые комплексы детские. Биргартен — это пивной садик по-русски, так можно перевести. Либо же принято у нас ресторанчик, кафешка, забегаловка. Стоянка здесь бесплатная для тех, кто приехал в бассейн, либо в детские какие-то развлекательные комплексы, либо же покататься на коньках. Эти виллы, которые строились еще до 1900-х годов, выглядят невероятно роскошными. Вам хочу каждый вход показать, но это во всяком случае интересно мне было. Я не могу налюбоваться этими входными зонами, красивыми входными зонами, которые невероятно радуют глаз. Мы сейчас идем. С левой стороны — это огромный каток, ледовый каток, а справа расположен бассейн. Но с левой стороны мы ни разу не были. Мы были только с правой стороны в бассейне. А с левой, ну в принципе, покататься летом на коньках, ну это для нас, например, для нашей семьи не очень интересно. Здесь также, вот как вам видно, в хоккей играют. А с левой стороны, как вам видно, дачки. Она заброшенная дачка, забор покосившийся, но в любом случае участок очень ухожен. А самое, что интересно, эти дачки граничат с каким-то учреждением, либо же, вот как сейчас, с бассейном. При входе есть парк-плац для колясок. Вы можете не переживать, оставлять спокойно здесь свои вещи, и они, в принципе, здесь никому не нужны. Бояться того, что у вас что-то украдут совсем не стоит. Вы можете спокойно идти и купаться, и проводить время со своей семьей. А также, вот сейчас вам видно утята. Здесь настолько этот тренд, идея изготовления этих утят настолько популярна, что у многих людей это как коллекция, какая-то выставочная коллекция. Поэтому они стоят не очень дешево, эти утята. Это вам так, для информации. Это принцип открывания дверей такой же, как у нас в парке, когда ты можешь только идти в одну сторону. А когда, если ты решишь в обратную сторону шаг сделать, то это ты уже не сможешь сделать. Мы сейчас с вами зашли в кабинку. Здесь в кабинке интересная такая система закрывания дверей. Право и слева выход. Ты входишь с одной стороны, потом делаешь так, чтобы дверь закрылась вот на эти щеколды, которые держатся на вот этой скамеечке. Или иногда можно даже саму скамеечку опускать, и она является как задвижка. После того, как ты переоделся, ты направляешься в сторону вот таких шкафчиков. Тут очень интересная такая система. В шкафчике уже вставлен ключ. Вам надо будет только ваш чип вставить, чтобы вытащить этот ключ из скважины. Фактически это является и браслетом, чтобы вы не потеряли, когда будете купаться. Чип очень важная вещь. Там написано, что если вы потеряли чип, то вы должны заплатить 15 евро за потерянный чип. Эта система очень надежная. Мало того, что этот браслет вы никак не потеряете. И чип однозначно тоже вы не сможете потерять, потому что его невозможно вытащить, если вы не вставите сам ключ в замочную скважину. Перед тем, как войти в сам бад, в сами купели, необходимо вымыться под душем, чтобы всю вашу грязь, которую вы привезли, смыть и уже чистым пойти купаться. Везде между раздевалками, между переходами, везде находятся туалеты. Я вам их также сняла на камеру. Они были зеленого цвета, такие яркие. И, в общем, да, если вы заходите в туалет, то поблизости всегда в шаговой доступности найдется и не один туалет, а много. И вам только придется выбрать, каким именно туалетом вы бы хотели воспользоваться. За эту поездку, за это купание я посетила 3 или 4 разных туалета. И вы не представляете, но каждый туалет был оформлен по-своему красиво. И также в каждом туалете было везде чисто. Вот эта купель, в которой сейчас никого нет, только наша семья. Я и провела большую часть времени. Эти гидромассажные напоры воды, они избавляют ножки ваши от целлюлита. И попку тоже, кстати. Поэтому я там провела массу времени. А этот дом Хоббита, это и есть туалет. Это не только туалет, но и также пеленальные столы там имеются. Туалеты тоже имеются. Как вам видно, после себя вы обязаны продезинфицировать. Если вы перепеленали вашего ребеночка, в любом случае, даже если вы не капнули, ничего там не запачкали, в любом случае после использования столика вы обязаны продезинфицировать эту поверхность. Это негласный закон Германии. Обычно детей носят в такие купели, в специальных памперсах, которые предназначены для купания. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, чем они отличаются друг от друга. Они только верх имеют такой плотный, но фактически они точно так же впитывают, и точно так же их надо менять. Вот такие милые рисуночки. В общем, это так мило и няшно, что я не могла просто так вам это не заснять. Я была просто обязана это сделать. Также везде в достаточном количестве имеются салфетки, памперсы для перелинания вашего ребенка, различные номера памперсов. То есть не так, что для новорожденных есть, и все, нет. И также, смотрите, вот вам сейчас видно, детский столик, стульчик есть для еды, манеж для отдыха. А вот это решетки вдоль окон прозрачных витрин. Они работают как кондиционеры, и постоянно оттуда дует теплый, такой тропический воздух, потому что это район для специально детей, грудничков. И дети, чтобы не простыли, также, чтобы им было уютно. Вода теплая и воздух, соответственно, также теплый. Здесь очень много тех бассейнов, многоуровневых бассейнов, которые расположены в противоположном здании, на первом этаже, на втором этаже. И вот этот, где мы сейчас, комплекс расположен совершенно отдельно. Чтобы туда попасть, нужно пройти по специальному переходу или проплыть под открытым небом через бассейн, который расположен на улице. В общем, да, туда несколько идут входов и также несколько переходов и выходов. Здесь нет такого, что запрещают взрослым купаться в этих бассейнах для маленьких. Или же, вот как наши дети, например, сейчас плавают и купаются в этом бассейне, и это считается нормальным. Также до этого купались и катались с этой горки взрослые люди. Это тоже, да, выглядит странно. Но когда вы с ребенком, вы должны превратиться сами в этого же ребенка, чтобы вашему ребенку было интересно с вами играть и развлекаться. Как вам стало заметно, смотрите, сколько ламп включено. Зажгли уже фонари везде, внутри именно. Потому что снаружи начало темнеть. Этот бассейн работает до 19 часов. Наш, конечно, дольше работает, но это не имеет значения. Здесь очень круто. Бассейн тоже классный. Поэтому до 7 часов вечера этого достаточно. Мы сейчас собрались в раздевалку, потому что почти все люди покинули этот отдел, где мы были. Наш ребенок, например, не захотел идти с нами. Наш сыночек сопротивлялся, как только мог, чтобы не пойти домой пораньше. Ждал до последнего. Но мы в любом случае его вынудили пойти. И, конечно же, раздевалки были все. Вот как вам видно, сверху там полотенчишки висят, еще что-то. Все заняты. Нам пришлось идти в другое отделение, которое располагается слева. И там уже были свободные несколько переодевалок. Переодевалки – это значит, что вы туда заходите вовнутрь, забиваете себе, образно говоря, кабинку для переодевания, закрываетесь и переодеваетесь. А шкафчик вы до того, как переодеваете, освобождаете и чип забираете с собой. И все это время вы бегаете с чипом. Вот это не очень, конечно, удобно, но это такая мелочь довольно-таки. Все свои мокрые вещи я упаковываю в отдельный пакет, чтобы не протекло, чтобы какие-то сухие вещи не имели контакта с влажными вещами. Также шампуни у меня в пакетике в отдельном лежат. Очень удобно, когда все у вас будет лежать в отдельных пакетиках, тем более влажные вещи. Я даю также пакетик моему мужу. Он все грязные вещи свои и ребенка складывает также с мокрыми вещами. Потом, придя домой, мы это все собираем, ставим все перед стиральной машиной. И я уже спокойно, зная, что там только грязные и мокрые вещи, разгружаю это все, загружаю в стиральную машинку, включаю ее и, соответственно, не надо искать где-то по сумкам мокрые или же грязные вещи. Это очень удобно. Мне надо просушить срочно волосы. Народа очень много, как вам видно, на заднем плане. Фены располагаются также в нескольких местах, не только в одном месте, их очень много. Вот напротив меня там тоже зеркала, но там лучшего качества фены. Вот сейчас, которым я сушусь, он очень слабенький. И если бы я решила высушить полностью мою голову, это бы заняло минут 15. Мне пришлось перейти на другую сторону. И вот эти более современные фены, они сушат намного быстрее. И я за какие-то 2-3 минуты высушила до конца. Я смогла просушить очень хорошо все свои волосы. Какой минус был, то, что где сушка, нет урн. Обычно все свои волосы я собираю и выбрасываю. А здесь даже не было места, куда это выбросить. Но это, в принципе, такая мелочь. Я волосы забрала с собой и дома их выброшу. Сейчас мы с вами выходим. Должна загореться зеленая кнопочка. И только тогда открывается эта крутящаяся дверца. Папа нас уже ждал на улице с Герочкой. Они уже давно просушились, оделись и вышли. Выйдя на улицу, обнаружилось, что там довольно-таки жарко. По сравнению, допустим, с нашим районом. И здесь. Здесь было даже душно, если сказать точнее. Хоть дело и шло к закату, к вечеру. Асфальт и также вот эти плитки, они взяли на себя всю эту теплоту солнца и стали невероятно горячими. И вот мы сейчас, идя по вот этому проходу, ощущали, как земля. У неё шло дыхание. Тёплое дыхание лета. Также вот мы увидели такую будку, как вы уже понимаете, с чем, с книгами. Там написано на будке, что после посещения нашего места обязательно возьми себе в подарочек книжку. И тут Элизабет не могла пройти мимо этих книг. Она обнаружила очень хорошую коллекцию из пяти или шести книг одного автора. Она очень хотела их иметь. Она взяла сначала одну книгу, а потом подсказали, что возьми-то все книги, всю коллекцию эту, все тома, потому что тебе это интересно и ты хочешь это прочитать. Она говорит, что люди скажут. Я говорю, да кому это надо? Тем более там написано, что каждый может по одной книге взять. Но вот видите, немецкое воспитание, что значит? Если там написана одна книга, ты не можешь две взять. И так это не только с Элизабет нашей работает, это работает со всей Германией. Если написано, то это закон. И поэтому она даже вариантов других в голове не имела, что можно взять три или четыре книги или целую коллекцию. Я её успокоила, сказала, возьми, конечно же, все, тем более тебе этот автор интересует. Тем более ты хотела иметь эти книги. Она с таким удивлением, конечно же, и с сомнением, но взяла. Я говорю, ну смотри, чтобы её успокоить. Я ей сказала, смотри, нас четверо. Соответственно, ты можешь по одной книге взять себе и ничего страшного. И пятую в подарок, окей. Она нашла также книгу информационную про Америку. Она очень хочет попасть в Америку, поэтому ей это было просто как подарок судьбы. Она смотрела не на окружающую среду, когда мы ехали обратно, не на лес, не на горы. А она именно читала, листала именно эту книгу про Америку. Подходим к нашей парковке. Наша машинка стоит, также ждёт нас. Будем отправляться в обратную дорогу, в наш замечательный Харц. Когда мы уселись, заняли места, пристегнулись все. Да, кстати, хочу заметить, что даже дети, сидя на заднем сидении, или же не дети, взрослые, кто сидит как пассажир на заднем сидении, просто обязан быть пристёгнут. Дети до 12 или до 11 лет сидеть в специальных креслах и тоже быть пристёгнутыми. Это правило, которое нельзя нарушать. И поэтому у каждого в машине, у кого есть дети, стоит такой стульчик, специальное кресло для ребёнка. Даже если он не грудничок, даже если он уже подросший ребёнок, у нас Герочка до сих пор ездит в специальном стуле, которое пристёгивается. Это закон. Закон есть закон, и нарушать его не следует здесь. Пока мы загружались, как-то на небе затянуло немного тучками. Набежали не сильно такие тучки, а слабенькие. Но ближе к выезду из этого города мы обнаружили, что на горизонте или на закате стоит огромная такая скала туч, тёмных, дождевых каких-то туч. И мы думаем, мы-то не знали, в какую сторону нам ехать, потому что мы ездим сейчас по навигатору, и сильно мозг включать не нужно. Мы, когда доехали до этого перекрёстка, оказалось, что эти тучи нашим броконом, над нашим хардсом, и вообще нам надо именно туда повернуть, где тучи. Вы можете также обратить внимание, когда мы ехали в ту сторону, и сейчас едем в обратную сторону, очень много пенсионеров, семьи с детьми сидят в кафешках, обедают, либо ужинают, проводят время, выходной день, в своё удовольствие, и наслаждаются вкусной едой и своей жизнью. Вот как вам видно, направо въезд запрещён. Обычно в центре города это всегда так, что одна сторона идёт по направлению к центру, одностороннее движение, а из центра вы возвращаетесь совсем по другой дороге. И поэтому без навигатора двигаться по Германии довольно-таки проблематично, потому что расстояния очень большие. Это не так, что из вашего города знакомого, в котором вы родились, допустим, вы должны съездить за город и вернуться обратно. Здесь очень много развязок, очень много непонятных дорог, и чтобы въехать в один и тот же город, можно выехать с одной стороны города, а въехать, вернуться обратно в ваш город, допустим, совсем с другой стороны, и с той, с которой вы даже и не планировали возвращаться. Поэтому навигатор вам в помощь. Большинство городов здесь построены по принципу круга. И если вы, допустим, пошли по одной улице, то вы можете вернуться совсем с другой стороны и вернуться, ну, пройти по кругу, получается, и вернуться совсем с другой стороны. И вот это поначалу, когда мы сюда только переехали, было очень необычно для меня. Так как у нас в Казахстане, например, дорога, она всегда идёт прямо, и если тебе надо в сторону востока, то ты обязательно по прямой попадёшь и постоянно едешь в сторону востока, или же в сторону гор. А здесь ты едешь в одну сторону, а меняешь стороны света несколько раз. Когда мы ехали из аэропорта, я помню этот первый день, когда мы только прилетели, мы прилетели с утра, когда нас везли якобы в одну сторону, мне это очень запомнилось, потому что мы поменяли раз, наверное, 20 наше направление. Но, по идее, если ты едешь на север, то ты должен постоянно держаться направление севера. Но здесь это совершенно правило не работает. Благодаря вот этим развязкам, поворотам, каким-то серпантинам, ты постоянно двигаешься то на восток, то на запад, то на север, то на юг, и все стороны света ты меняешь по раз 20, как минимум, пока доедешь до какой-то конкретной точки. Это тоже, в принципе, те люди, которые приехали из Казахстана, это не совсем привычно, будем так говорить. Здесь также нет верха, нет низа. Если мы, допустим, где у нас горы, там считалось, да вон там вверху, выше, допустим, Аль-Фараби. А здесь получается так, что вот это понятие, оно отсутствует. Горы идут полукругом, и ты не можешь сказать, что где-то там высоко или там выше, а здесь ниже. Немцы просто этого не понимают. Как вам сейчас видно, здесь вообще район такой в полной темноте фактически. Немного пробивается свет, а фактически этот город расположен между гор. Там уже реально как будто началась ночь. И вот этот уют гор, он прямо обволакивает. Мне это очень нравится. Он какой-то успокаивающий. Вот эта вся темнота, она действует очень хорошо на нервную систему. Это не говоря уже про то, что фитотерапия. Кристальные запахи чистоты, кристальные запахи здешних мест, также солевых источников, гор, запахов хвои, сырости, мха и сухих листьев, оно придает невероятный какой-то запах именно свежести. А если в это время еще и затапливают печки, вот этот дым, именно не горечи, а спокойный такой запах дыма, он не... Вот не было ни разу такого, чтобы в Казахстане был именно такой запах, идя по улице, и вы ощутили. Там просто невозможно просушить 2-3 года древесину для того, чтобы сохранить ее для отопления. Там если есть возможность что-то стопить, то, скорее всего, это употребится сразу же в этот же год, когда и принесли вы эту древесину или же заготовили эту древесину. И поэтому здесь вот этот канцероген уходит из дерева, и когда вы бросаете хорошо просушенные дровишки в костер, то костер этот пахнет совершенно по-другому, более вот каким-то домашним, таким успокаивающим запахом, который реально, ребята, я не могу вам описать его, но он именно такой, которого я лично не ощущала в Казахстане. Я очень трепетно отношусь ко всем запахам. Я могу вспомнить, допустим, человека или какое-то обстоятельство только по какому-то определенному запаху, и мой мозг начинает активно работать. Запахи для меня играют очень такую сильную роль в моей жизни. Вот как вам видно, мы сейчас проезжаем по одному поселочку. Это уже наш хардс, Драй Аннен. Кто видел много репортажей, тот знает, в любом случае до дома еще далековато. И вон, как видно, вам висят темные черные тучи именно над нашим городом. Обратите внимание на противоположную сторону хардса. И там довольно-таки светло, вот вам как сейчас видно, и лысые остались горы после того, как вырубили почти большую часть сухого леса. Столетними хвойными деревьями, которые погрыз жук. И фактически сейчас лысые такие горы у нас остались. Где-то временами остались островочки таких хвойных деревьев. Но все то, что попортил жук, все убрали и уничтожили, потому что из этих деревьев уже сделать что-то другое не получится, чтобы не разводить дальше этого жука, чтобы не заражать другие деревья. Поэтому придется это все уничтожить. Сейчас они высаживают очень активно новый лес. У нас очень много появилось лиственного леса, которого раньше не было. Ну и в общем лес возрождается. Много источников есть, где написано, что 200 лет назад хардс пережил точно такую же катастрофу, когда весь лес был испорчен какими-то жуками. Раз 200 лет назад хардс пережил это состояние. Сейчас он тем более при помощи разных организаций, разных людей, которые заинтересованы в его перерождении. Даже спустя 200 лет история повторяется. Не стоит забывать об этом. Вот как вы видите, мы сейчас подъезжаем к нашему дому. У нас по всей дороге сырость, лужи. И вот только мы зашли домой, появилась радуга на небосклоне. Не просто радуга, а двойная радуга, которую наш противоположный дом излучал, как будто бы благодаря его окрасу красилось небо, окрашивалась радуга. И он передавал часть своего окраса на эту радугу. Не успели мы насладиться этим зрелищем, снять эту радугу, как пошел дождь. Итак, наступил вечер. Я кипячу сейчас немного кипятка, чтобы напоить нашего сыночка успокоительным чаем. Я считаю это очень удобной идеей, очень классной идеей, когда уже все сборы собраны в один пакетик, как обычный чай. Вам стоит только заварить его по инструкции, и все. Некоторые сборы нужно 5 минут заваривать, некоторые 15. Но это не имеет значения. Вот, допустим, мы купили чай из натуральных трав, собранный по рецептам монахов. Здесь, как вы понимаете, очень много монастырей было. И монашки всегда хранили свои секреты сборов для того, чтобы лечить больных. В данный момент я завариваю чай, который успокаивает хорошо нервную систему, а также готовит организм к крепкому сну. Поэтому наш ребенок после такого активного проведения дня, он должен просто выпить чашечку успокоительного чая, потом уже идти спокойно укладываться спать. А я тем временем, разобрав все сумочки, пакетики, которые нужно постирать, также еду сейчас разбираю, все то, что осталось, нужно выложить, чтобы оно не обветрилось. Я убираю это все в духовку, в духовом шкафу. Во всяком случае, оно пролежит ночь, а утром мы уже это доедим. У нас осталось пару булочек, которые мы брали с собой, также пару сосисек баварских. Это ничего страшного, ночь оно пролежит на кухне. Это до утра пролежит все без проблем в духовке. А утром мы уже приготовим с колбасками яичницу, либо пожарим картошечку. В общем, это будет видно завтра. Сегодня уже сил никаких нет на то, чтобы обдумывать даже. Сейчас я освобождаю сумочки, протираю их изнутри. Я заметила, что многие сумочки сырости покрылись такими пятнами, как будто сырости. Это не жир, это именно сырость. И мне пришлось достать сеточку для того, чтобы это все перестирать. Это стирается без проблем. Вы обязательно должны поместить то, что замочками, допустим, вот как у меня, или же затяжками, чтобы это все не повредилось. И тогда вы достанете точно в таком же виде, в хорошем, ваши вещи, если вы будете стирать в специальных сеточках. Сеточки предохраняют вещи от контакта друг с другом, также от повреждений и от покраски. Как ни странно, но от того, чтобы вещь одна не покрасила другую, их нужно расположить в разных сеточках. Если есть у вас такие вещи, которые могут повредиться при контакте друг с другом, то лучше, конечно же, это все стирать в специальных отдельных сеточках. Благодаря этому вы сохраните не только ваши вещи, но и ваши денюжки. Так как здесь климат очень сырой, как я уже говорила и каждый раз повторяю, то бутылочки, например, для питья, они очень быстро обзаводятся плесенью, поэтому их лучше убирать, мыть сразу же после того, как вы пришли домой и не откладывать даже до утра. Это лучше, даже если вы сильно устали, привести все в порядок сегодня. Также касается это и вещей для стирки, которые вы привезли, чистые или же мокрые. Их лучше стирать в тот день, когда вы приехали из БАДа или же решили их постирать, потому что из-за вот этой сырости начинают размножаться бактерии, а потом это все приводит к неприятным запахам. Вот смотрите, сейчас бутылочка у меня в руках. Вот так выглядит вальтмастер. Он зеленого цвета, жидкость там тоже зеленого цвета, прямо насыщенного. Сейчас меня привлекло то, что на улице стали взрывать салюты. У нас салюты ассоциируются не только с Новым годом, а салюты очень часто на какие-то годовщины запускают, а также на дни свадеб или же каких-то круглых дат. Поэтому здесь салюты не всегда ассоциируются с Новым годом. Напомню, что сегодня нет у нас никакого официального праздника. Сегодня суббота, 12 августа. Нет никакого специального праздника или же какой-нибудь, я не знаю, там, тусовки. Сегодня обычный день. Но это салют в честь именно какого-то человека, который празднует свой день рождения, скорее всего. Потому что в этом районе находятся ресторанчики или же бары, где и они отмечают этот день рождения. Кто не в курсе, как выглядят сеточки для стирки, они бывают разных размеров. У меня есть очень большие, чтобы туда поместить, например, куртки, либо же пуховики, до очень маленьких. Допустим, маленькие сеточки, они очень хорошо подходят для того, чтобы собрать туда пару носочков, трусиков или же просто поместить в бюстгальтер. Не обязательно покупать какие-то специальные мешочки для бюстгальтеров или же специальные мешочки для чего-то. Вы можете в обычном мешочке стирать все то, что вам необходимо. Наше видео подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Всех вас люблю, целую. Всем пока-пока.